Друзья, большой-большой вам привет. Я приехал сюда с Германии, где я сегодня живу, но я являюсь одним из руководителей Всемирного Ивановского Альянса. Я не знаю, насколько вы понимаете, что вы являетесь частью большой семьи. И вы знаете, сколько нас всего в мире? Один миллиард. Это каждый седьмой человек в этом мире член нашей семьи. Вы не радуетесь? Благодарим. Слава Богу. Я вам привез речный привет. Я думал, что это исторический момент, потому что Всемирный Ивановский Альянс, которому в этом году исполняется 175 лет, никогда еще не имел представителя у вас тут, в Тюмени. И поэтому я нашему генеральному секретарю, немецкому профессору Шермахеру, я ему сказал, знаешь, я буду там в Тюмени, и я там передам всем людям, христианам, нехристианам, даже нехристианам. Передам привет. Слава Богу, что мы есть, что мы верующие, знаем Иисуса Христа, и мы донесем Евангелие до последних уголков этого мира. Я сегодня приехал к вам и молился, чтобы Господь мне положил Слово Свое на сердце. Знаете, я прошлую неделю сначала провел в Ташкенте, потом в Нукусе на Арале, там вымирает это Аральское море. Люди страшно страдают. А потом встречался с нашими лидерами наших евангельских церквей Северной Африки в Истамбуле. Знаете, такая великая радость, потому что у нас в Алжире, в Тунезии в течение последних лет покаялись миллионы арабов. Миллионы, буквальным образом. И знаете, когда мы встречаемся, евангельские верующие, встречаются лидеры на территории России или Германии, или Франции, или, скажем, США, то обычно все похожи на меня. Небритые, белая борода. Вот, и у меня жена говорит, не подстригешься до конца года, я тебя не пущу никуда в 2022 году. А я встречаюсь с лидерами Северной Африки, а им в среднем 26 лет. 26 лет. Молодое движение, молодежь. И вдруг понимаешь, что в этом мире есть будущее наших церквей. И вот я хочу с вами поговорить о том, как стать молодым. Мне 67 лет. Если честно говоря, я уже, ну, скажем, готовлюсь в поход. Не на Эльбрус, в само небо. Я готовлюсь в поход. Но я хочу с вами поговорить о том, как стать христианством молодым. Где нам возобновить наши силы. И вот есть такой текст в Писании, который показывает нам человека по всем, по всем данным, вписывающегося в народ Божий. Он был евреем. Этого человека обрезали на восьмой день. А потом оказалось, что он хромой. С родства, с дня рождения он хромой. Хромает на обе ноги, а таких в храм не пускали. И вот всю жизнь этот человек сидел перед прекрасными воротами. Он все знал. Он был знаком своей религией. Он был знаком с прекрасным внутренним состоянием храма. Он знал, что есть Бог, что есть Яхве, что есть эта сила Божия, которая завершит великие чудеса. А сам сидел всю жизнь попрошайкой у красных ворот. И вот в этом человеке мы услышим текст, и Виталий Кириллович нам его прочитает. Пожалуйста, Виталий Кириллович. Это «Деяние апостолов», 3 глава, с 1 по 11 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостынь у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостынь. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея. Встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И, как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Спасибо большое! Как сделать из попрошайки, которая живет за счет спонсоров? Как сделать из попрошайки человека, знающего Бога? Не только понаслышке. Человек, который не только сидит перед прекрасными воротами, перед прекрасными дверями храма Божия, а знаком с внутренностью храма. Человека, который не только знает о Боге, но знает Бога. Как сделать человека таким? Вот у нас, скажем, на территории России проблема страшная. Вот я вам честно скажу. Иммиграция. Самый большой город в этом мире, или самый город, в котором больше всего христиан русскоязычных, это Сакраменто-Калифорния. Ну как? Почему так? Почему в Калифорнии больше русских христиан, баптистов, писятников, харизматов и так далее, чем в каком-либо другом городе России? Ну откуда это? А что они все дёру туда дали? Что они там вообще делают? Я недавно проводил евангелизацию в Кейптауне, это в Южной Африке, русскоязычную евангелизацию. И мне сказали, что будет много людей. Но Кейптаун, это знаете где? Это в конце мира, это там, где всё заканчивается. Следующий этап Антарктида. Приезжают две тысячи посетителей. А что они там делают? Ну почему все бегут? Разбегаются? А почему это так? У нас в Оренбургской области стоят 90 молитвенных домов пустые. Мы не знаем, что с ними делать. Где осталась наша набожность? Вот если честно говорить, мне больно от состояния христиан на моей родине. Мне больно. Конечно, есть вы. Включил телевизор и, значит, кликает. Называется это клик. Кликнул и увидел Максима Максимова. Ну, Максимов сейчас уже не дома. Он в Америке. Слишком сильно на американца попахивает. Не буду смотреть. Кликнул дальше. Лёша Людяева. Ага, Алексей Людяев. Ага, Алексей Людяев. Оказывается, у него церковь разбежалась в Риге. Ну что ж теперь остается делать? Он дальше кликает. И в конце собрания докрикался на Тюмени. До вас. Потом пошел, переоделся. Кофе поставил, он уже выпил. И все это, весь этот процесс называют богослужением. Знаете, что это такое? Знаете, что такое? Это консумент, который сел и просто употребляет религию на, ну, как фластере. Вот у него заболело где-то, ему надо закрыть это дело, перевязать рану. Он наложил все, все здоров. А сам вздыхает. Потому что рак никто таким образом не победит. Это глупость какая-то. И вот у нас одна треть, мы считаем, что одна треть не вернется больше на наше богослужение. Собрание закрывали, люди не имеют права собираться, а те кликают и докликаются. Вот это у нас так. А в Непале, в стране Непал, за это время ковида, до ковида у них было где-то полтора миллиона христиан в стране. Различные конфессии, они там очень тесно сотрудничают. В Ювальском альянсе Непала у них было где-то полтора миллиона. Сейчас у них два с половиной миллиона. А в чем разница? Почему там так, а тут у нас вот так? Телевизоров нет, вот правильно говорит. Чего нет? Золота и серебра нет. Вы понимаете? Золото и серебро – это мамона. Наша госпожа Меркель, бывший премьер-министр, она сейчас уже пару недель как не премьер-министр. Слава Богу, что ушла. Ну такой сонник сейчас у нас стал премьер-министром, это еще хуже будет. И она приехала к Папе Римскому и говорит, вы знаете, у нас Германия работает по принципу рынка. Силы рынка, они направляют нашу экономику, они направляют наше общество. А Папа Франциск, это сегодняшний Папа Римский, он ей говорит, вы знаете, не сажайте, пожалуйста, все свои карты, не ложите все карты на стол рынка, потому что рынок – это мамона, а мамона – это противобожие. Этим рынком экономическим руководят силы, которые никак не божественного склада. Так вот, Петр и Иоанн – это молитвенники. Они пошли молиться, они пошли к Богу, они хотят с Богом действовать. Их весь настрой – увидеть Бога в действии. Увидеть божественное действие. Не просто посидеть, не просто религиозно как-то напитаться. Мне иногда кажется, что наши современные церкви, они превратились в соорудов Макдональдс. А все слетаются на воскресенье, слетелись, собрались, поели, поели, попылые, и потом отправляемся все отдыхать. Переживать-то все надо. И в следующее воскресенье мы опять тут потанцевали, попрыгали, если наши, а если не наши, то сидят вообще траур один. А после этого траура поехали опять домой, опять надо все переживать. Мы же не Макдональдсы. Мы же Церковь Иисуса Христа. Много лет назад я писал книгу «Десять принципов роста церкви». Первый принцип называется «Бог». Я спрашиваю в церквях, сколько Бога вам надо? Вам нужен проповедник, вам нужна группа словословия, прославления. Это я все понимаю. Я спрашиваю вас, сколько Бога вам надо? И сколько Бога в вашей церкви? Сколько Бога на ваших собраниях? Сколько Бога вы встречаете, когда вы приходите на такие собрания? Второй принцип. Сколько чудес вам надо? Потому что Бог – это Бог чудес. Бог не работает по принципу нашей чисто логической, рациональной, рациональному мышлению. Бог за пределами этого. Бог есть Бог чудес. Сколько благодати вам надо и так далее. Так вот, Петр и Иоанн, они идут молиться, они идут в храм, потому что им нужно встретиться с Богом. Пошли в храм, встречаться с Богом и встретили попрошайку. Тот сидит у красных ворот храма. Еще раз повторяю, он евреет-евреет. И его проблема заключается в том, что он хромой, срева матери своей. Его не пускают в храм. Он недостоин. Его приносят в этот храм, его сажают перед ними красными воротами, и никто не пройдет возле него, без того, чтобы положить его в руки, ну, хотя бы что-нибудь. И подходят эти два апостола к нему, он впился глазами у них и ждет, ну, хоть бы дайте рубль, раз уже долларов нет. Ну, что-нибудь дайте, что-нибудь дайте. Протянул руки. Да, они ему говорят, посмотри на нас. Вы знаете, вот меня, меня всегда удивляют эти люди, удивляет это место. И я думаю, что никто другой никогда не сформулировал это так правильно, как это сделал Михаил Горбачев. Миша Горбачев, он сказал следующее. Не будет перестройки без гласности. А гласность – это когда все видно, когда прятать нечего, понимаете? Когда прятать нечего. Но он сказать-то сказал, а потом превратить в жизнь нашей постсоветской реалии было очень сложно. Потому что, ну, всем что-то прятать надо. Ты же не покажешься на людей. Ты же не рубашку на распашку. Ты же не пойдешь так жить. И мы все что-то прячем. А Петр и Иоанн ему говорят, посмотри на нас. А помните, когда эти ученики Христа, бывшие ученики Иоанна Крестителя, впервые встретились с Иисусом? И что он им сказал? Ну, пойдите, посмотрите. Посмотрите на меня. Мне скрывать нечего. Понимаете, молитвенники, люди, которые все положили на Бога, они ничего не скрывают. Они в прятки не играют, потому что они в жизни играют. Жизнь, она наполнена божественной реалией. Посмотри на нас. Впился в глазами. И потом слышит их слова. Серебра и золота у нас нет. Денег нет. То, чего просит попрошайка, нет. Мы не спонсоры. Мы тебе не поможем. У нас ничего нет. В деньгах ничего нет. А вот то, что мы имеем, и вот она третья, эти апостолы, они живут сознанием того, чего они имеют. А что они имеют? Они имеют Духа Святого, дар исцелить человека. Они имеют божественную реалию. Бог сам живет в них. И они во имя Господа способны поставить такого храмого на ноги, и ему уже не нужно будет серебра и золота просить. Он выйдет из состояния попрошайки. Вот то, что мы имеем. Я поражаюсь нашим церквям. Вот я был в Ташкенте, там с ними проводил семинар. Потом сейчас на днях был в Казани. И задаю простой вопрос. Вот смотрите, посмотрите на вашей церкви. Сколько у вас людей. И вы знаете, какой дар Духа Святого имеет каждый из них? Если мы члены Тела Христового, мы возродились свыше, то в день нашего возрождения каждый из нас получил какой-то дар Духа Святого. А потом, когда спросишь, они смотрят на тебя голубенькими глазами и начинают разговаривать на баптистских языках. А это звучит так. Ну, другими словами, ни шиша не знаю. Я ничего не знаю. Моя хата с краю. Ну, как это получается? Я иногда спрашиваю, так хожу по собранию, даже у пейдесятников, у харизматов спрашивают, друзья мои, сколько существует даров Духа Святого? Вот он говорит 9, а я говорю 22. Сколько даров в Священном Писании, которые явно названы дарами Духа Святого, харизмата, дары Духа Святого. Вот 22 таких дара. Я спрашиваю, они мне не называют цифру, это во-первых, а потом я спрашиваю, друзья мои, скажите, сколько в Германии существует сортов шоколада? Все умеют называть 22. Я спрашиваю, сколько типов машин, ну, автомашин, сколько они, сколько существуют? И стоит такой пацан, маленький, мой внук, стоит передо мной, и он перечисляет, он все знает, он все знает. И каждый мужик знает, сколько существует автомашин. Мы не такие глупые. 22 запомнить несложно. И назвать 22 наименования, для нас это вообще не представляет никакого труда. А вот почему, когда разговор заходит о дарах Духа Святого, у нас замыкает наша память? Почему это так? А потому что это не так важно, получается. Иначе бы мы знали, что сказать. Иначе бы мы знали, как назвать. Иначе бы у нас были слова на языке. Мы бы сказали, да, знаю. Вот есть дар милости, дар веры, слово веры, слово знания, слово мудрости, пророческий дар, апостольский дар. И поехали. И все назвал бы. То, что я имею, я даю тебе. И когда мы имеем, а не знаем, то мы просто-напросто исключены от силы жизни в Боге. Апостол Павел пишет, Вевисянам 4, 4 глава, 17-18 стих, мы исключены от жизни в Боге по причине нашего невежества. А это значит принципиальное незнание. Мы не знаем лучше, поэтому и нет у нас того, что есть. В принципе-то она есть. Только мы не знаем, что она есть. Я сейчас помню, к нам приехал брат один с Кубани. Он постоянно за больных молился. И каждый раз, Господь, если есть, то твоя воля. Пожалуйста, исцели. Пожалуйста, исцели. Больных тудым-сюдым. Я его однажды взял за рога и говорю, Витя, иди сюда. Иди сюда. Тебе больные на сердце? Да. Ты за них хочешь молиться? Да. Ну, может быть, тебе дан дар исцеления? Он говорит, слушай, это дело великое. У нас баптистов такого нет. Я говорю, ну, может, у тебя есть? Может, ты исключение исправил? Он говорит, как это вдруг есть? Я говорю, а ты что такое дар исцеления? Скажи. Ну, расскажи мне, что такое дар исцеления? Чем его едят? Он на меня смотрит своими глазками кубанскими и начинает разговаривать на баптистских языках. Потом мы сели, разобрались, прочитали Библию. Он вдруг начинает понимать, говорит, а может, действительно есть? Я говорю, давай мы за тебя помолимся, чтобы Господь тебя употребил в нашей церкви в этом служении. И вот он сидит на одном из собраний. Привели женщину, умирающую от рака. Прямо с больницы ее привезли, ее зашили и послали домой умирать. А ее прямо с больницы привезли к нам. Привезли, и она зашла, и вдруг этот Витька вскакивает к кубанске. Они быстро бегают, эти кубанские казаки. И побежал к ней, положил на нее руку, помолился, и на месте она исцелилась. А потом бы посмотрели бы на этого Витю. Там никаких баптистских языков уже не было. Там начал харизматический танц. Там началась радость. Там появилось счастье. Он был такой счастливый. Он говорит, Господь мою молитву услышал. И по сегодняшний день слышал. Он сегодня работает в Израиле, и Господь его благословляет. И происходят чудеса. Это когда я знаю, что я имею. Наша христианская проблема заключается в нашем невежестве. Поэтому у нас только попрошаек. Если бы наше невежество было побеждено, и мы пришли бы, встали на колени перед Духом Святым и сказали, я хочу знать. В моей церкви люди приезжают, приехали с Советского Союза. Столько немцев там понаехали. Приезжают ко мне. Я был дьяконом церкви. Такого дара нет. Я был пресвитером. Такого дара тоже нет. Есть такое служение, но дара такого нет. Ты мне ответь на вопрос. Какой тебе дар Духа Святого? И по этому дару служение, а потом действие, сила действия. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 по 10 стих. Скажи, какой тебе дандар? Брат, ну-то у нас так было не принято. Меня на общем членском собрании выбрали дьяконом. Я говорю, на колхозном собрании сделали из тебя председателя. Извини, пожалуйста, этот вариант здесь не проходит. Он здесь не проходит. Вон у нас кружок ученичества. Ну там все начинающие, а я уже 30 лет как верующий. Я говорю, ну не хочешь у нас, я тебя отвезу в соседнюю церковь. У нас в городе, только в моем городе, где я живу, 13 эмигрантских церквей. Я тебя туда отвезу. Они разделили на 16 союзов. И все не понимают друг друга. Повезу тебя туда. Там есть место, где ты всю свою жизнь можешь сидеть на стуле на христианском и греть этот стул, передавать свою энергию в этот стул. А потом придешь в небо и скажешь Господню, я согрел стул. Я каждое воскресенье грел этот стул. У меня по сегодняшний день задница болит. От всего этого согревательного процесса. Я тебя отвезу туда. Или ты пойдешь в кружок ученичества, мы разберемся, но бездарных мы у нас на служение не берем. Потому что если он бездарный, он и бестолковый. И толку от него нет. Мы знаем, что мы имеем. Вот то, что мы имеем, мы даем тебе. И четвертый шаг. Вдруг Петр подает этому хромому руку. Вы знаете, что он сделал? По закону еврейской религии, это 22 глава книга Левит. Он согрешил, и он сам себя замарал. Ему уже войти в храм просто так было невозможно. Только на одном условии. Если подняв этого человека, человек исцелится. Он рискует. Он рискует своим молитвенным собранием. Он рискует своим имиджем. После этого акта его уже всерьез принимать не будут. А если не исцелиться? Вот Петенька, а, целитель нашелся. Решился поднять этого хромого. Да мы его уже знаем. Он не первый день тут сидит перед красными воротами. Тут были еще и другие. Между прочим, сам Иисус Христос входил в храм и видел его. А ты, Петенька, сейчас его поднимешь. И Петр подает ему руку. Подает ему руку. Делает этот акт. Он полностью посвящается на этот акт. Пусть говорит весь мир, что хочет, но я знаю, что Господь его исцелит. Почему? Потому что Дух Святой во мне, мне это говорит. Я давно перестал молиться за всех и вся. Ко мне приехали недавно два человека, постарше человека, в моем возрасте и старше. И говорит, у нас у обоих рак, ты помолись, чтобы Господь исцелил. Я говорю, зачем? Ну, на какого шута я за вас молиться буду? Вы же в небо собираетесь. А в небе нет ни болезни, ни рака. Там вообще ничего нет. Одному уже было за 70. Я говорю, ну, радуйся тому, что скоро попадешь в небо. Зачем за тебя молиться? Он на меня смотрит, глаза вытаращил. И говорит, ну, я верю в небо. Я говорю, ну, а что тогда просишь, чтобы я за тебя молился? Или есть у тебя какая-то причина просить об этом? Призвание от Господа? Цель и направленная жизнь? Если ее нет, зачем я за тебя буду молиться? Ты приехал ко мне, нашел гуру какого-то, этот гуру сейчас помолится за тебя, и я тебя загурю туда, кто его знает куда. Не буду я этого делать. Давайте помолимся, начнем у Господа спрашивать. И мы встали на колени, стали молиться. И Господь мне открывает, что один из них, все, приехал. Я ему открыто говорю, тебе не осталось долго жить. Тебе надо приготовиться. Вот я тебе вот скажу, мне видение Господь дал. Вот это, это, это в твоей жизни, в жизни твоей семьи нужно решить. Не решишь, у тебя будут проблемы там с небом, а реши. Он поехал домой, несколько опечаленный, вот тебе Раймер за него не помолился. Поехал, вот, потом мне звонит через пару дней, говорит, я такой счастливый, Иван Иванович, я такой счастливый, я такой счастливый, потому что я каждый день переживаю близость Господа. Я радуюсь небу. А второй из них, мне звонит, говорит, слушай, мы с женой говорили, молились, и нам Господь сказал, собирайтесь в Азию, на миссионерское поприще. Собирайтесь в Азию. Я говорю, приезжаю, молиться буду. Помолился и селил его Господь. И пошли они в Азию. Видите, просто так, просто так ничего не бывает. Знает, вот что тебе дано, Петр знает, что вот сейчас произойдет чудо. Все на него глаза вытаращили, то, что он делает, нельзя делать. Можно дать деньги, можно, кто его знает, что. Но прикоснуться к этому человеку, который не допущен в храм, нельзя по закону Израилеву. А он поднял его на ноги. И происходит чудо. И этот хромой, который все знал о Боге, все знал о своей еврейской религии, все знал о том, как можно, но ничего подобного не переживал. Постоянно сидел возле самых красивых ворот, но войти не мог. Как только его поставили на его ступни, он сразу же первый прыжок, и он в храме. И все ясно, куда его тянуло? Куда его тянуло? Его никогда не тянуло к серебру и золоту. Ну, жить-то как-то надо было. И вот эта попрошайка, наконец-то, встала на ноги и побежала в храм. А Петр и Иоанн за ним. Потому что теперь им разрешено, произошло чудо. Они освящены, им даже и не нужно больше омовений. Они вошли, и Петр читает проповедь. И каются тысячи людей. Начинается пробуждение в Иерусалиме. Между прочим, не только там. По сегодняшний день так. По сегодняшний день так. Иисус Христос сказал, те, кто будут следовать за Ним, они будут дела творить, которые Он творил, и более этого будут. Я всегда спрашиваю верующих, когда ты крутанул последнее дело вот такое во имя Иисуса? Ну, Иисусова дело. Смотрят на меня обычно глазами такими посвященными. Как это Иисусова дело? Ну, говорю, сказано. Те, кто будут следовать за Ним, дела творить будут, которые Он творил, и более этого будут. Ну, а они смотрят на меня. Ну, что-то у меня-то ничего подобного нет. А может, потому что ты пластмассовый стул греешь? Между прочим, на пластмассовый стуле нужно больше энергии. Там больше энергии. Пока ты его зарядишь, этот стул. Может, тебе надо задаться вопросом, а я человек молитвы? А я бросил, все ли я бросил на вот это одно дело божественное? Я хочу Бога? Я хочу присутствие Бога? Я хочу Его? Я живу ли я открытой жизнью? Или у меня нет такого интереса к тому, чтобы все знали все и вся? Я живу открытой жизнью? И даже от своей собственной супруги прячу вещи. У нас сегодня тысячи моментов. Засел на интернет и все, и потом застрял в болоте. А потом хожу на собрание и делаю вид. Нет, не делать вид надо, а выставиться на вид. Открыться. Открыться. А может быть, ты не знаешь своего дара. Да, обратился к Господу. Да, покаялся. Да, стал харизматом. Да, умеешь петь. Да, умеешь словословить. Все это ты умеешь. А какой тебе дан дар, Дух Святой? Какое место в теле Христовом тебе занимать? Палец ли? Ухо ли? Глаз ли? И где тебе место? Некоторые говорят, вот когда я прихожу в церковь, мне иногда в церкви так очень больно. Я понимаю, Бог тебя сделал глазом, а ты на задницу сел. И каждый раз, когда тело Христово опускается на стул, тебе больно. Это понятно, потому что ты не на том месте сидишь. Ты не туда встроился. Понимаешь? А почему встроился? Ну, может, потому что на членском собрании выбрали туда встроиться. Вот сказали, давай делай. Ты делаешь. А энергии никакой, радости никакой. Все сложно. И тянешь ту лямку на себе. Надо же во имя Иисуса пострадать. Извини, пожалуйста, во имя Иисуса надо жить, а не страдать. А если даст Господь пострадать, и это будет жизнь. И будет сильная жизнь. Вот кто ты? Понимаете, у нас, к сожалению, очень много таких недоделанных христиан. Это как в том анекдоте. Приехал миссионер в Африку, заехал в эту деревню африканскую, встретил там Нгулулу. И говорит, Нгулулу, тебе надо стать христианином. Нгулулу ему говорит, ну а почему бы нет? Он его покрестил и говорит, ты теперь не Нгулулу, а Яша. Яков, твое новое имя. Тебе надо каждый день молиться. И на Пасху тебе нельзя есть свинины. Ты понял? Он говорит, понял. Ну да, хорошо. На Пасху, на следующую Пасху, миссионер приезжает в эту деревню. И уже сдалека чувствует, он чувствует, ага, Нгулулу жарит свинину. Подошел к его дому, там такая цветная башка. Ну явно, что он зарезал свиню и жарит свинину. И зашел туда к нему, говорит, Нгулулу, я же тебе сказал, ты теперь Яков. И Яков не ест свинину на Пасху. Он говорит, а я не ем. Ну подожди, как не ешь? Я же вижу, вот он поросенок, вон голова. Ну свиня свиней. Что ты мне рассказываешь? Нет, говорит, я сделал так же, как и ты. Я эту свиню покрестил и сказал, ты не свиня, ты рыба. Я сейчас ем рыбу. Я ем рыбу. И у нас, к сожалению, очень много таких покрещенных свиней, понимаете? Вроде бы все правильно, да? Обрезали вовремя, покрестили вовремя, в церковь приняли вовремя. И все хорошо, а сижу у красных ворот, а входа к Богу нет. И этих хромых надо поднимать на ноги. И для этого нам нужна тюмень. Вы нужны! Вы нужны! Вы скажете, может быть, ну наш пастырь, но кто я? Я же Наташенька Петрова. Да я кто такая? Я даже школу закончил не на отлично. Ну кто я, Наташенька Петрова? Рыбачка ты, такая, как Петр. Да? Понимаешь, тебе надо понимать, что у Бога нет первых и вторых. У него такое не бывает. У него есть только посвященные. Когда ученики Христа увидели Христа Воскресшего и с Ним провели 40 дней, Он им объяснял все, и Он им сказал, и получите вы силу Духа Святого, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и до конца земли. Он не сказал, одни будут, другие не будут. Он не сказал, что одни будут свидетелями, а другие будут проповедниками. Нет, Он сказал, свидетелями. А там употребляется слово мартирия, а это мученичество. Это полная сознательная отдача всей моей жизни для Господа Иисуса Христа. И в этом смысл всего. Нам нужно поднимать христианство в России. Не просто на ноги, чтобы бежали в Америку, а надо поднимать их, чтобы шли к тем людям, которые Христа не знают. Владимир Владимирович Путин несколько лет назад у нас в немецком парламенте и сказал очень умную мысль. Он сказал, вы знаете что? Мы в России находимся под большой атакой ислама. Вы, в вашей Западной Европе, находитесь под большой атакой ислама. Исламизация Европы стала реальным процессом. Давайте объединим наши силы против подобной исламизации. Мы же христианского происхождения народа. Я не знаю, как он это имел в виду, но я взял это за чистую монету. Я убежден в том, что он так и мыслит, что если мы сдадим наши позиции и пойдем путем ислама, пойдем путем этих религиозных представлений, пойдем путем мамоны, пойдем по рынку и так далее, мы оставим наше человеческое лицо. Нам с вами надо встать на ноги, протянуть руку хромому у красных ворот, сказать вставай, дорогой. Вставай, дорогой. Вставай, потому что Иерусалим нуждается в пробуждении. И ты агент пробуждения. Вот поэтому я к вам приехал. И как мне хочется вас благословить. Не знаю, можно или нет. Серьезно? Наташа, Петро, ты тоже разрешаешь? Я хочу за вас помолиться. Помолиться, чтобы Господь вас благословил, чтобы Господь вас поднял, и чтобы вы стали вот такими Петрами и Иоаннами, такой Петра и такой Иоанной, и пошли бы вперед. Вперед к людям, которые нуждаются в вашей руке, нуждаются в вашем сердце, нуждаются в вашей вере, нуждаются в чудесах. А чудо – в вас. Потому что Дух Святой в вас. Кто желает, тот встанет. А кто не желает, оставайся сидеть, потому что стул – это то место, куда ты заряжаешь, передаешь свою энергию. Господь мой, Бог мой, я благодарю Тебя за сестер моих и братьев, благодарю Тебя за каждого из них, благодарю Тебя за молодых и за постарше. Я благодарю за тех, которые знают о Тебе все, и за тех, которые еще не знают Тебя правильно. Я прошу Тебя, Господь, пройдись по нашим рядам, посмотри на каждого из них и сделай из них посвященных людей. Дух Святой, пожалуйста, снизойди в их жизнь, исполни их жизнь Твоим присутствием, и дай, чтобы они славили Тебя, чтобы жизнь превратилась в действительное Аллилуйя, жизнь в Твою славу. Благослови их, пожалуйста, Господь. Света много в Тюмени, дай, чтобы этот свет был духовным, и чтобы свет пошел по Сибири и по всей России, и до края земли. Благослови их. Слава Тебе, Иисус Христос, за то, что Ты с нами, Ты сейчас здесь, и Ты благословляешь моих братьев и сестер. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Аминь! 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 Садитесь, пожалуйста, друзья.